по итогам года где 36 процентов мы отправили на экспорт то есть доля внутреннего остается существенная и конечно внутренний рынок для нас приоритет 64 процента внутренний рынок мы будем и оставаться большим игроком на нашем рынке будем работать с нашими ключевыми клиентами с нашими перспективными клиентами и вообще с теми клиентами которые доверяют нашей компании которые заказывают металлопрокат у нас поэтому ситуация непростая цены на внешних рынках низкие конкуренция большая плюс закрытие от определенных рынков таких как сша для крещика трубку вот сейчас ограничение по турции да конечно накладывает отпечаток ну и другие страны также присоединяются так защите своих рынков индия иран ну и так далее снижение цен произошло гораздо глубже чем значит мы этого ожидали то если мы говорим про например горячий катаный рулон и еще там год назад горячий катаный рулон стоил 500 долларов на внешнем сегодня горячий катаный рулон стоит чуть больше 200 миллион 200 долларов за тонн и такое резкое поведение конечно никакой там девальвации не отыгрывается в целом она конечно на нас оказывает разные влияния да у нас наши кап затраты порядка 75 процентов выражены в рублях а наши внутренние затраты на 90 процентов в принципе для нас это с одной стороны хорошо с другой стороны конечно как я сказал у нас есть импортные материалы покупаем мы их доллара да ну и конечно наш долг он тоже номинирован долларах и мы платим по уже новому поэтому ну что мы работали и прошлый год в таких непростых условиях да конечно волатильность оказывает на это влияние но мы стараемся нашими превентивными мерами как-то и управлять ну и надеюсь в этом году справимся с этим хотя конечно как мы видим и маржа уже будет в этом году другая нежели она была в пятнадцатом году поэтому если в пятнадцатом где-то у нас средняя компания рентабельность 30 процентов да то в этом году у нас есть экспортные поставки да и это действительно помогает нам в это непростое время хотя меры акционизма как вы видите они все увеличиваются и увеличиваются и сегодня вот значит турция ввела новую пошлину несмотря на то что в прошлом году мы уже проходили и первая реакция была оставить нулевую пошлину для вашей компании для этого мы предоставили все документы но к сожалению то есть взяли структуру себестоимость других стран как вы знаете и поэтому пошлины введены поэтому процессионизм растет и наверно будет расти но наша задача быть более эффективными и все-таки быть конкурентоспособными на значит существующем рынке